Есть еще одна знаковая команда, о которой говорить даже страшно. Примерно так же, как о Битлз. Почему я так считаю? Не я один. Один мой знакомый хороший музыкант сказал, что для меня есть две группы в мире. Это Битлз и Чикаго. Эти группы для меня на одном уровне находятся. Я не знаю, соглашусь ли я со своим товарищем, но то, что Чикаго... По крайней мере, первый альбом Чикаго, если ты поедешь на необитаемый остров, 10 пластинок, которые ты возьмешь с собой. Первый Чикаго я возьму обязательно. Несмотря на всю мою любовь к Битлз, к Rolling Stones, к Майлсу Дэвису, много кому еще. Первый Чикаго, конечно, в десятке у меня всегда был. С детства практически. Потому, что я услышал первый раз, когда учился, наверное... Я уже кончил школу на первом курсе института, наверное. Я услышал первый Чикаго. И, как ни странно, познакомил меня с этой группой Андрей Свин Панов. Помнишь, да, такого человека? Конечно. Да. Свин был меломан большой. Я к нему пришел как-то. Что ты такое слушаешь? Чикаго. Это же... А я слышал краем уха. Там советская пластинка была с одной песней. Или с двумя. С одной, по-моему. Как раз из первого альбома. Но эта песня была урезана на Миньоне. Там ровно треть из этой песни. Дали послушать советским гражданам. И Свин говорит, Чикаго, ты что? Это супер. Мы стали слушать, и все. И я пропал. И я пропал. Потом я на толчке купил себе первый Чикаго. И дома он не снимал с проигрывателя месяцами. И сейчас тоже слушаю. Бесконечно. Это оно? Это оно. Это оно. Чикаго Транзит Авторити. Это оно. Оно самое. Вот это было уже совсем необычно. Совсем не похоже ни на что. И мы просто открывали рты, когда слушали эту музыку. Потому, что это вам и рок, и джаз-рок таинственный. Который для нас был. Не пойми что. Что такое джаз-рок? Ну, какие-то дудки. Дудки. Это что? Веселые ребята, что ли? Или что там? Что такое? Давид Голощокин. При всем уважении. Я ничего против Голощокина никогда не скажу. Но тем не менее. Ну, джаз-джаз-джаз. Мы не слушаем. Мы слушаем Назарет. А тут тебе такой влом. Такой удар. Такое... Что это? Что это? При этом мы слушали уже и Заппу тогда. И все что угодно. Итак, как это? А как такое возможно? Как такое бывает? Куда эта фантазия заводит парней? Что это? Откуда не возьмут? Что это за... Как это? Чикаго? Это не может быть. Зачем они так называются? Кто не понял, это название группы. Чикаго транзит авторики. А потом сократилось до Чикаго. А потом сократилось до Чикаго. Потому, что транспортная компания подала на них в суд. Блин. Это название транспортной компании. Которую они взяли как название группы. И после выхода первого альбома транспортная компания подала в суд. Неудивительно. Название стоит денег. Ну, если у нас кто-нибудь назовется Газпром, тоже будет воспринято неоднозначно. Я так думаю. Вот. И здесь все хорошо просто. Вот все. Пластинка, на которой все хорошо. Крайне удачный альбом. Крайне удачный альбом. Интродукшн. Интродакшн. Начало. Ничто не предвещало, что называется, но интродакшн. Трубы. Все. И потом понеслось, понеслось, понеслось. Does anybody really know what time it is? Уже пошел разгул. Beginnings. Песня, которую слышали все. Beginnings. Фрагментарно. Она в советском кино иногда проскакивает. Иногда где-то еще. То есть, люди нашего возраста ее слышали все. Безусловно. То есть, ты эту пластинку не слышал? Я не знаю. Не знаешь. Честно. Да. Но если ты скачаешь, начнешь слушать, ты очень много знакомого тому слышишь. Потому, что... Как международная панорама или что-то там у нас начиналось с композиции Алана Парсонса, Люцифер? Ну... Это до сих пор. У нас много чего. Приятнейшие воспоминания. У нас и «Dugside of the Moon» по телевизору звучал. И «Виши Ваяхия» звучал. И что только не звучало. А Чикаго... Это, помнишь, картинка такая? Утро в Сосновом лесу. Или как там? У Шишкина, где там три медведя. Ну... Да. Там сидит Винни-Пух американский. Он же не похож на нашего. Он такой в красной жилеточке, желтенький. И по-английски спрашивает, как насчет авторских прав... Пошел нахер внизу нас, Винни-Пух. Ну, да. Советский Союз еще не входил. Не подписали еще наши деятели конвенцию по авторским правам. И в 70-е годы все что угодно могли лепить. Из-за закрытых границ там получилось очень неудачно. То есть, этот Алан Милн, он же писал книжку для своего сына, которого звали Кристофер Робин, про настоящего медведя, который у Кристофера Робина был. Вот он был. Желтенький медведь такой в красной жилеточке. Кристофер Робин, когда вырос, открыл игрушечный магазин, посреди которого в стеклянном кубике сидел настоящий Винни-Пух. И, как ты понимаешь, это же приманка для покупателя безумная просто. А мы не знали, что он вообще на что-то похож. Вообще без понятия. И наш Винни-Пух из мультика... Ну, что советским людям представлялось. Вот они такого и сделали. А когда появился американский... Он же в их мультиках нарисован как настоящий... Бред какой-то. Это ж не Винни-Пух. Злая шутка, да? Ну, да. В общем, в советских передачах телевизионных, когда что-то было такое тревожное, показывали атомные взрывы и прочее, прочее... Было прикольно. А когда какой-то разгул нужно было показать... В частности, в фильме «Ключ без права передачи» звучит Чикаго, когда молодежь слушает рок-музыку на даче, у них играет магнитофон, там у них Чикаго. Продвинутая молодежь. Надо отметить. Да. Это когда нужно было показать тяжелый рок какой-то. Всегда советские редакторы ставили Чикаго. Тоже продвинутые были. Ну, здесь заводка такая идет. Невероятно. Ты послушай. Я наверняка слышал. «Questions» 67-68. «Listen» тоже известное полотно по советским разным трансляциям. «Пайма 58» на 8,5 минут с гитарными соло Терри Кэт. Здесь вообще... Это пластинка для гитаристов. Потому, что здесь потрясающий гитарист Терри Кэт. Играет везде. Играет много. Играет длинно. И очень быстро. С невероятной фантазией. Рок плюс джаз. Он играет на гитаре. На электрической. С перегрузом. Все ревет. Все это жужжит, скрипит. Грохочет. Это потрясающе. Одна только пьеса семиминутная фри-форм гитар стоит дорогого. Играет Терри Кэт один. Вот он. Вот он, если его не видно. Играет он один. Сам практически без ансамбля. И играет что-то такое в духе Орнета Колмана. Если кто-нибудь помнит и знает такого джазового музыканта. То есть, абсолютный авангардный джаз. При этом с роковой подачей. С роковыми фразами. Даже какими-то. С безобразной обратной связью. С заводкой комбика. То есть, назвать это мелодической музыкой нельзя. Это свободная форма гитары. Как и названо. Фри-форм гитара. Семь минут. Страшного рева, воя. То есть, нойз. Если говорить о музыке нойз, то отец нойза это Терри Кэт. При этом слушать это очень интересно. Это не тот нойз и индастриал, которые сейчас я с большим трудом слушаю. Многие очень любят. Но я не скажу, что это плохо. Это, наверное, хорошо. Но я не воспринимаю просто чистый нойз. А вот нойз Терри Кэта это чистый нойз. Который мне очень нравится. По слухам, он сломал головку грифа, когда записывал эту песню. То есть, он делал вот это. Но он играл на гитаре Fender здесь. Хотя сфотографирован он с Гибсоном. А сломать головку грифа у Фендера не очень просто. Вот у Гибсона нормально. Многие гитаристы говорят, что... Лобоват Гибсон. Они говорят другое. Они говорят, что если ты на Гибсон не ломал головку грифа, ты не гитарист вообще. Или это у тебя не Гибсон. Потому, что у Гибсонов эти головки летят. Чуть-чуть ее уронил. Все. У меня сломана, например, головка грифа. Один мой знакомый гитарист очень хороший сказал, когда покупаешь Гибсон, надо головку сразу отламывать. Нести мастеру, чтобы он ее приклеил. Как следует. Потому, что когда ее клеишь, она будет вечно. Все нормально. Она будет вечно. У меня сломана. В чем смысл? Есть что-то потаенное. Спецклей. Должна отвалиться. Это так разработана модель. Так она сделана. А в чем разница для лохов? Вот я полный лох. Хочу пойти купить гитару. Откуда я знаю? Мне Гибсон нужен или фендер? Там же на ценнике написано. Бесконечные патроны. Сколько? Что брать надо? В смысле? Гибсон или фендер? Да. Но для разных... Бери гитару ту, которая тебе нравится. Как сказал Саша Ляпин, которого я безумно люблю. Когда вы спросили, на какой гитаре ты любишь играть? Он сказал, на той, которая у меня сейчас в руках. Бери какую нравится. Понятно. Не надо париться с этим вообще. В общем, тут... Вот та самая вещь, которая была у нас на советском альбоме «Пролог» август 29-е 1968 года. «Самдэй» август 29-е 1968 года. Четырехминутная песня, из которой на советском миньоне осталось, по-моему, минуты полторы. Если мне память не изменяет. Советским редакторам было виднее, что оставлять. Ну, и заканчивается произведение под названием «Либерейшн» «16 минут». Неплохо. Для гитаристов, пожалуйста, берите «Терри Кэт» здесь в полный рост. Причем тут играют все. Не то, что это сольный выход «Терри Кэта». Это такая мощь. Такая мощь. Такой рок. При этом такой мелодизм Роберта Лэмма. Клавишника. Который поет. Три вокалиста здесь. «Терри Кэт», «Лэм» и «Джеймс Панков», тромбонист. Один из основателей коллектива. Как раз основатели Уолтер Паразайдер. Ли Ли Флейн и Джеймс Панков, тромбонист. Джеймса Панкова во времена Советского Союза, когда информации было мало, все считали, что он русский. Женя Панков. Питер Эгню, Петр Огнев. Ну, Панков никакой не русский. Нормальный чикагский американец. Композитор, певец, исполнитель и один из основателей Чикаго. А русский духовик в группе «Earth Wind and Fire» есть в последнем составе. Я не знаю, есть ли он там сейчас. Но я ходил на «Earth Wind and Fire» лет 15 назад. Наверное, они приезжали в наш город. Тоже в Ледовом дворце они играли. И там был русский духовик. Который вышел и сыграл какую-то то ли «Калинку-малинку», то ли что-то пошутил. Обрадовал всех. Да. Было очень здорово. Ну, на самом деле, вот эти трое основателей группы, они учились вместе в Чикаго в музыкальном колледже. Не помню название его. Профессиональные музыканты. Все в порядке. Играли джаз. Но болтались по разным рок-н-рольным клубам. И нет-нет, да играли что-то такое человеческое. Скажем так. Где и познакомились с Терри Кэтом. Познакомились с Робертом Лэмом. Клавишником. И стали гастролировать, играя стандарты. Рок-н-рольные разные. Бас-гитариста не было у них. Роберт Лэм играл как в группе «Дорс» на клавишах. Играя и бас еще заодно. Потом появился Петер Сетера. Басист. Тоже вокалист. Стал четвертым вокалистом. Там с вокалом вообще все в порядке в Чикаго. И потом состав уже сформировался окончательно. И появился первый альбом. Очень бедно жили парни. Играя джаз, я говорил, много не заработаешь. Играя стандарты по клубам тоже. Ну, как-то более-менее можно перебиться. Ну, после выхода первого альбома все оба-на. И пошло. И понеслось. Я не помню, мы с тобой обсуждали, не обсуждали. Как-то бывшая жена Курта Кобейна, Кортни Лав, выступала с рассказами, как живут американские музыканты. Тот, кто зарабатывает примерно 30 или 35 тысяч долларов в год. Это, в общем-то, нормально люди себя еще чувствуют. А больше заработать очень и очень сложно. Ну, никак. Поэтому и в рок-музыке тоже не густо. Не густо, да. Но Чикаго, по разной непроверенной информации, была первой группой в Америке, которая стала получать royalty в размере одного доллара с проданного альбома. Это много считалось тогда. Много? Тогда, в те годы, в 1969 году считалось много. Наверное, хорошо продавались. Очень покатило. То есть, очень покатило. И Чикаго для Америки... Ну, как бич-бойс. Наверное. То есть, это культовая, просто американская такая наша жизнь. Поразительно, что ни то, ни другое в России вообще никак. Из бич-бойс я, по-моему, знаю только... Good vibrations. Которую я вот с такого возраста у брательника на магнитофоне слушал. Она меня цепляла. The surfing USA. И все. А ведь могучая команда. А ведь песни петь умеют, как мало кто другой. Именно петь. Как никто. Кстати, вот вообще непонятно. А почему это же вот раньше, когда так называемой музыки в быту-то не было. И даже гармонист на свадьбе. Это была большая редкость. Все же пели все время. На разные голоса. У меня из деревенских родственников такие мастера вокального жанра. Это проблема. Я не понимаю, что случилось с Россией. Я не понимаю. В этом смысле я не понимаю, куда делась музыкальная культура вообще. Она куда-то делась. Она была. Действительно, все пели. Я помню, я маленький был, когда приезжаешь в Крым... Извиняюсь. Или куда-то еще в деревню. Все поют. Все поют. Все чисто. Здорово. Все интервалы. Разложено. Все понимают, как надо завывать. Я тоже с детства выл. И мне страшно нравится до сих пор. Куда ушло... А вот слушаешь какой-нибудь бич-бойс, там совершенно очевидно. Куда-то это ушло. Непонятно куда. Потому, что сейчас, когда люди за столом начинают петь, хочется выключить свет. Фигурально говоря. Просто. Но это все равно полезно. Надо всем, кстати, для застольного пить. Надо подготовиться. Распечатать всем тексты. Запихать файлики. Ну, и хотя бы вместе поорем. Даже орать вместе. И то прекрасно. А уж если ты умеешь... Ну, совсем другой калинкор. Есть самородки русские. Например, Чиш. Чираков наш. Который поет народные песни. Так же, как их пели раньше все. Практически все. Садились за стол и пели эти песни. Сейчас один Чиш остался. Непонятно. Где все остальные? Кто... Почему никто не поймет? И для меня было потрясением, когда я первый раз оказался в Америке. В 91-м, по-моему, году я приехал... Я жил в Колорадо. В городке под названием Фриско. Не Сан-Франциско, а Фриско. Маленький городок. Около 10 тысяч жителей. В горах. Высоко. В горах. От Денвера полтора часа езды на машине в горы туда. Рокки Маунтейн. И какое-то там было застолье. Меня пригласили как диковину. Как русского зверяка. Оказавшегося. Там никто вообще русских не видел никогда в этом Колорадо. В 91-м году. И не знали вообще, что страна такая есть. Что-то слышали. Где-то там Россия. Там же американцы не интересуются политикой. Какими-то другими странами. Когда отвлекусь чуть-чуть. Когда по телевизору шел чемпионат по американскому футболу. Хозяин дома, в котором я жил, сидит смотрит этот чемпионат. Ест чипсы. Запивает кока-колы. Увлеченно. Я говорю, а чего вы смотрите такое, Брюс? Он говорит, это чемпионат мира по американскому футболу. А почему чемпионат мира? Тут одни американские команды. Тут больше никого нет. Он говорит, так это и есть весь мир. Чемпионат мира по американскому футболу. Все знакомо. Команда из Чикаго. Команда из Лос-Анджелеса. Команда из Нью-Йорка. Чемпионат мира. Все. Я подозреваю. Это неортодоксальный вывод. Я помню, когда нам рассказывали, какую дрянь они жрут. Какую дрянь они пьют. И это правда. Чипсы. Кока-кола. А как так получается, что они лет на десять-пятнадцать дольше, чем мы живут. А я для себя объясняю, что это за счет душевного спокойствия. От их судьбы мира, в отличие от нас. Я помню, с пятого класса политинформацию зачитывал. И до сих пор нет выпуски новостей. Делаю. Потому, что душа болит за происходящее в мире. А у них не болит. Не болит ничего. Вообще. От этого нет нервозности. И от этого живут дольше. Я так подозреваю. Несмотря на бургеры, кока-колу и чипсы. Да. Еще есть такая штука, как другое полушарие. Про которое мне объяснили. Довольно невнятно. Но что-то в этом есть. В общем, разница существует. Другое полушарие. Там другая земля, например. В смысле? Глобус имеешь в виду? Да. Не мозги. Да. Другая земля. Некоторые растения, которые у нас процветают. Там не приживаются вообще. Они там просто не растут. По совершенно непонятным причинам. Другое все. А некоторые растения, которые у нас культивируются. Например, розы какие-нибудь. Там превращаются в адские сорняки. И участок зарастает. Люди не знают, как с ними бороться. Они убивают все вокруг. С дикой силой. Как кролик в Австралии. Разные вещи. Животные другие. Животные такие, которых нет у нас. Например, как грунт-хоги. У нас и близко нет даже таких. Это же сурок. У нас сурок. Они другие. А грунт-хоги это не сурки. Конечно, другой. Это другие животные. Точно так же, как волк другой. Пума. Горный лев. В этом плане, кстати, тоже... Помнишь, когда-то при советской власти продавали кубинскую картошку? В рамках Совета экономической взаимопомощи привозили картошку с Кубы. Потому, что у них надо было что-то покупать. Сахар тростниковый. Вот из таких кристаллов. Ни сладкий ни хрена. И картошка. Ну, картошка говно какое-то. Она, видимо, потом... Я пришел к такому... Она, видимо, не говно. Она просто другая. А мы привыкли к своей. А она в нашей почве имеет совершенно другой вкус. Несмотря на сорта. И мы привыкли вот к этой. И, соответственно, как это... Как когда клубнику везут из Израиля. Ну, это прекрасно. Как там у Жванецкого? Когда у вас появляется первая клубника в 6 утра? Это да. Но она невкусная. Вот невкусная. Вот этим летом с Дементием в Крым ездили. Весной даже. Тормознули первая клубника. Мама дорогая. Я чуть не заорал. Такой аромат. Такая вообще. А у них не такая. Все кричат говно. Нет, не говно. Она просто другая. Я не помню, розы или не розы. Я сказал про сорняки. По-моему, розы. Но какие-то цветы, которые у нас... Цветы, цветы. Хорошо. Хорошо, да. А там это все... Это катастрофа. Это, кстати, знаешь... Есть такой художественный фильм American Beauty. Возможно, смотрел. Конечно, смотрел. Там на обложке. Дама лежит в лепестках роз. У нас это всегда переводят как красота по-американски. Что имеет совершенно определенный смысл. А на деле это сорт роз. В лепестках которых она лежит. И... Характерная черта American Beauty это сорт роз. Это... Значит, не розы сорняки. Что-то у меня вылетело из головы название цветов. Это, как ты понимаешь, если по-русски, то это американская красавица. Роза называется. Главный отличительный признак, что она прекрасно выглядит. Но у нее отсутствует аромат. Она не пахнет ничем розами. Не пахнет. То есть, как пластмассовая. Как ты понимаешь. И, в общем-то, смысл совершенно другой. Розы у них растут отличные. Да у них вообще там все отличное. Так я тебе скажу. Ну, отличное от нашего. От нашего полушария. То есть, я бы не сказал, что там лучше или хуже. Там просто другое. Иногда сложно перестроиться. И, например, есть группа Chicago. Есть группа Chicago. Да. Который очень любил Джимми Хендрикс. Кстати говоря. И в основном он не то чтобы боготворил, но считал Терри Кэтта одним из лучших гитаристов мира. И говорил, что вот это да. Вот этот парень, он может играть. Вот это круто. И Хендрикс, между прочим, хотел на... Не на склоне лет, конечно. Но в последние годы он мечтал создать группу. Он говорил сам, что я хочу сделать группу типа Chicago. С большой духовой секцией. С большим количеством музыкантов. И играть такую же... Примерно такую же музыку, как Chicago. Как Терри Кэтт. Историст этой группы. Но не сложилось. Надо же. Вдохновляли. Не сложилось. Да. У Хендрикса. Не успел. Вторая пластинка. Если вот у Blood Sweet and Tears они ушли от эклектики. И от полетов фантазии Элла Купера. То есть, здесь на втором и третьем альбоме, до которого мы дойдем, здесь у них поперло просто совсем уже. Пошли в разнос. Если первый альбом больше все-таки роковый. Такой достаточно привычный роковый. Очень простой для восприятия. Очень хороший, мелодичный. Громкий, мощный. С гитарными соло. Длиннющими. Там по семь, по восемь минут. То тут уже такой симфонический фьюжн. Который перемежается блестящими поп-песнями. В хорошем смысле этого слова. Мелодичными. Сложными. Мелодичными. Красивыми. Тщательно очень сыгранными. Отполированными. И потом вдруг практически симфонические. произведения, насыщенные уходом в джаз. В то, что называется фьюжн. То есть, смесь всех стилей. В один такой коктейль. Ну, и грандиозные, многочастевые произведения. Например, третья, четвертая стороны. Двойник. Как и первый альбом. Тоже двойная пластинка. Вообще, Чикаго славны тем, что у них первые три альбома двойные. Никто себе такого не позволял. Первые три пластинки. Чикаго-1. Чикаго-2. Чикаго-1. Чикаго-3 двойники. А четвертая пластинка – четверник. Парням было что сказать, в общем-то. Правда, концертный. Но, тем не менее, четверник. Ребята писали музыку нормально. То есть, первые три альбома – два LP. Четвертый альбом – четыре LP сразу. И все покупалось. Не было простоев, не было возврата пластинок. Разметали вот эти двойники по полной схеме. Но здесь знаменитое полотно, написанное Робертом Лэмом, клавишником, лириком, но сыгранное Терри Кэтом. 25-06-4. То есть, знаменитая пьеса Терри Кэтта. Вот она. Вот так пишется. Позвольте. Ну, что касается гитаризма Терри Кэтта, здесь тоже мало не кажется... Это читается по-разному. 25-06-4 – это получится 25-04-24. Возможно, это телефон какой-то. Я вот не знаю, что это имелось в виду. Ну, это как это. Значит, здесь... Ти – буква Т. Четыре. И два. Т-42. Она читается много. Ти – как чай для двоих. У них много такого есть. На целую сторону здесь произведение концептуальное Джеймса Панкова, тромбониста. Из нескольких частей. Гигантское. Тот самый концептуальный альбом, про который мы говорили с самого начала. То есть, свой «Сержант Пеппер» у них сложился. Вот здесь, на втором альбоме. Очень интересно. Очень мелодично. Достаточно сложно. Но кайфово. Ну, вот так погружаешься и... Настоящие музыканты. Из Чикаго туда и плывешь. Ну, и третий альбом двойной. Тоже двойной. Где они распряглись уже совсем. Совсем просто уже. Вот это фьюжн – перефьюжн. То есть, и перкуссия невероятная какая-то, и гитары, и дудки, и все-все-все. И голова просто вот так уже совсем идет. То есть, если говорить о музыке фьюжн, о Фрэнке Заппе, Маклафлине, Сантане и прочее, то вот третий альбом «Чикаго», я бы не сказал, что он бьет как козырь, как Джокер все эти пластинки, которые вышли к тому времени, к началу 70-х. Но он там в первой пятерке точно стоит. Тоже концепция, тоже поэма на целую сторону произведения, на четвертую сторону тоже поэма из четырех частей разноплановой. И кончается невероятным джемом. Четвертая сторона заканчивается длиннющим джемом с гитарами, с перкуссией, с атональными какими-то пассажами, которые превращаются в тонированные, в тональные и мелодичные. И такой хаос хороший, что просто волосы дыбом последние встают. Но на этом эта пластинка как прощание с авангардизмом, наверное. Третий альбом. Выложились по полной схеме. Все, что накипело, все, что наболело в музыке, все сказано в этой пластинке. Потому, что потом уже пойдут альбомы, которые состоят из песен. Привычно. На первой стороне пять песен, на второй стороне шесть песен. Очень хорошие, мелодичные. Грамотно очень. Хотя, слово грамотно к Чикаго не подходит. Потому, что это асы монстры и мастера. Отскочу от музыки. Очень красиво написано. Я вот прям вижу. Тебя в детстве учили переевой ручкой писать? Учили. Тебя в чернилах. Учили, да. Тут видно очень хорошо научили. С таким вообще старанием написано. Нажимная, волосяная. Как буквы пишутся. У них буквы пишутся абсолютно совершенно не так, как у нас. Я страсть как люблю руками писать. Страшно люблю вообще. Мы разучиваемся. Спасибо. Я вижу уже кое-что отсюда. Подрезать можно кое-какие приемы. Я такого не видел. Красиво. Мы разучиваемся, к сожалению, писать руками. Это плохо. Потому, что вот эта мелкая моторика... Для мозгов крайне полезна. Она очень полезна. Особенно в детстве. К сожалению, вот эта штука уходит. И это влияет на мозг. Это очень плохо. Мы все привыкли уже писать вот так. Это убивает сознание, к сожалению. Наше. А у кого-то даже не развивает его изначально. Руками писать страшно полезно. Я отскакиваю в сторону. Если кто-то в это не верит, то можете взять книги по психиатрии. Учебные пособия. Ознакомиться. И там есть примеры... Людей, которые... Лишились способности. Больны шизофрении. Или больны паранойей. Заодно много про себя узнаете. Или разными психическими расстройствами образцы их почерка. И сразу все станет ясно. Я иногда ловлю себя на том, что когда я начинаю писать ручкой... У меня почерк примерно такой же, как я видел в этих учебниках по психиатрии. И я думаю, что неужели я сошел с ума? А оказывается, нет. Я просто разучился. Я просто очень редко пишу. Есть хорошие примеры. То есть, примитивно ко мне. Отскочим чуть-чуть в сторону. Я вот английский язык... Если учить, то слова незнакомые надо выписывать руками. В словаре. На карточку. Только если ты их пишешь руками вместе с транскрипциями. Только тогда у тебя в башке запечатлевается, как надо. Листать, сидеть в ноутбуке... Это, конечно, гораздо быстрее. Только ни хера не запоминается. А вот когда ты пишешь... При этом, если еще сначала учил немецкий язык, где все буквы читать надо не так. А в английском... Поскольку все через жопу. Как это у них пишется... Манчестер читается... Неплохо знать. Когда пишешь руками, эффект совершенно другой. Точно так же, как у дедушки Ленина. Если я правильно помню. Методы изучения языков. Что вот у тебя текст. Ты его от руки переписываешь по-английски. После этого ты его переводишь руками на русский. Откладываешь. И полежав недельку с русского... Давай-ка обратно на английский переведи. Потом сравни. Посмотри, что там у тебя в башке осталось. Все подразумевает задействованность. Про дедушку Ленина я могу дать совет тем, кто сейчас учится где-нибудь в школе или в институте. Когда я учился в школе, на уроках истории, мы изучали... Не скажу, что все, но очень много работ Владимира Ильича Ленина. Ты помнишь? Как? Ленинская тетрадь. Да. Это каждый урок. Одна-две работы Ленина обязательно. Я дома никогда их не перечитывал. Никогда их не учил. Я сидел на уроке. И все, что говорит учитель, я все записывал. Я писал очень быстро. И в те годы еще разборчиво. И все, что говорит учитель, я просто быстро записывал. И вот у меня эта тетрадь, вся исписанная работами Ленина. Я приходил домой, откладывал ее в сторону, ушел гулять на улицу. И все это в памяти оставалось. Все, что записываешь, это все фиксируется здесь. Ну, не просто так. Конспекты. Можно же тебе выдать методичку, в конце концов, где все это набрано, напечатано, как сейчас и происходит. Безусловно, кажется... Я считаю, что именно кажется, что так быстрее и эффективнее... Ни фига. Конспект – это великая вещь. Это великая вещь. Когда пишешь конспект, запоминаешь абсолютно все. Кстати говоря, последнее, что я скажу на эту тему. Когда я сдавал выпускные экзамены в школе в десятом классе, я не помню уже, какой предмет даже. Какой это был предмет. Может быть, даже история. Я взял билеты, откуда-то мне достались, и стал писать, что... А, не билеты. Какие билеты? Никто же билеты тогда не показывал. Их не было ничего, никакой информации. Мы не знали, что нас ждет на экзамене. Я просто взял учебник истории и стал писать шпаргалки. Написал много-много шпаргалок по разным темам, которые я не знал. Все эти шпаргалки рассовал в носки. Куда-то сюда, туда, за воротник. И когда взял билет, я понял, что это то, что у меня есть в шпаргалках, то, что я не учил. Но шпаргалки мне не понадобились. Потому, что пока я писал шпаргалки, я все запомнил. Тоже польза. Серьезно. Это действительно так и было. Все эти шпоры, которые я рассовал, оказывается, я их все запомнил. Поэтому ничего не нужно. Так что пишите руками. Это полезно для башки, для мозга. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Ну, вот как я уже и говорил. Пошли песни у Чикаго. Что хуже группу не сделала. Она просто стала другой. Этот у меня был. С этого я как раз перерисовал. Она просто стала немножко другой. Да. Здесь деревянное. Американцы любят все деревянное. Я заметил. В машинах, чтобы у них было все деревянное. Все любят. Терри Кэт здесь первым номером указан в составе. И не зря. Потому, что на гитаре все-таки все держится. Самое любимое произведение у меня здесь. Диалог из двух частей на первой стороне. Который тоже многие слышали. Советские граждане. Который тоже фрагментарно где-то на советском телевидении использовался. Вообще мелодизм у Роберта Лэмма, у Терри Кэта потрясающий в написании песен. Недаром мой этот самый приятель хороший музыкант сравнивает их с Битлз. Мелодизм здесь очень близок к Битловскому. Только он шире в смысле все-таки джазовой подготовки. Они улетают в какие-то невероятные уже мелодические построения. Адской совершенно красоты. И не оторваться от них. То есть, Чикаго это отдельный мир совершенно. Отдельный мир. Не надо пугаться того, что это джаз-рок. Что это дудки. Попробуйте послушать. Про себя могу сказать. Например, если с первого прослушивания меня что-то не впечатляло. Надо раз пять послушать. Глядишь, уже что-то нащупал. Уже что-то понял. Уже что-то понравилось. Шестой альбом. У меня не все пластинки. Их тридцать с лишним альбомов у Чикаго на сегодняшний день. Но группа древняя. Люди плодовитые. У меня далеко не все альбомы. Их совсем немного. Вот это известная очень фотография. Это седьмой. Шестой. Вообще шестой Чикаго. Когда ставишь первую песню, такое ощущение, что Элтон Джон играет. Там Роберт Лэм развернулся по полной. И он очень мелодичный. Очень клавишный. Такой очень хороший. Это седьмой, где они вернулись к своему... Прорвало их. Накипело. Они выпустили вот пятый, шестой такие песенные альбомы. А на седьмом они вернулись к своему фьюжину. К своему... Вот это варево у них кипело внутри. Все-таки, чтобы развернуться, поимпровизировать, поджимовать. И здесь такие тоже длиннющие джемы. Разные. Извини, я все о своем одею. Чем тут написано, кто это писал. То есть, пишет везде тот же человек. Еще вдогонку есть такой фотограф Карбайн. Ну, Антон Карбайн. У него книжка хорошая. Как-то у меня дома есть. Не помню, как называется. Открываешь с одной стороны фотографию. А с другой стороны Карбайн от руки пишет. Что там надо зрителю знать про эту фотографию. Я сразу тоже захотел. Он еще пару художественных фильмов снял. Мне не очень. Фильмы такие. Авторские. И то, что от руки написано, мне так понравилось. Я правда не такой фотограф. Мягко говоря, как Карбайн. Но может быть интересно. Я тоже хочу такую книжку издать. Очень красиво. Семерка для любителей фьюжена. Для любителей сложности. Для любителей импровизации джемов. Она очень будет привлекательна. Конечно же. С твоим позволением сфоткаю. Чтобы не забыть ценного паренька. Так. Это у нас восьмой. Ну, и собственно, на семерке вся эта история джемования заканчивается. Потому, что восьмой альбом очень хороший. Очень роковый. Очень красивый. Такой. И тут уже никаких тебе джемов. Никаких тебе вольностей. Никаких тебе... Ну, то есть, другой этап развития. Никаких тебе авангардных полетов. Держи. Держи. Хватай за верхний хвост. Настоящая Америка. Ну, да. Джеймс Панков один из главных. Без тромбона обойтись невозможно. Ну, несмотря на то, что он такой... Все-таки альбом песенный. И разгула джемового здесь нет. Тут есть очень хорошее произведение. Например, Гарри Трумэн. Знаменитое полотно. Такое немножко юмористическое. Как всегда, с роскошной мелодией. Прекрасно сыграно. Все очень хорошее. Удивительная песня Питера Ситеры. Басиста по названию Highway. Которая убирает сразу группу Назарет. Убирает сразу группу... Не скажу, ACDC. Хотя, может быть, и убирает тоже. Неожиданный такой хард-рок гитарный. Как... Слушаешь, Чикаго. Кайфово. Все, Чикаго. И вдруг... Какой-то Black Sabbath пошел. Вдруг сразу. Оба-на. Highway. Ну, и все остальные песни очень хорошие. Тоже. All Days. Финальная песня. Солнечная. Улетающая. Такое завершение альбома. Просто хочется жить после нее. All Days. Слушаешь и прямо... Если получил двойку на экзамене, ставьте восьмой Чикаго. Первую сторону послушайте. Вторую послушайте. И завершение второй стороны. All Days. Сразу покажется, что двойка – это такая ерунда. Что... Перездам через год. И все будет нормально. Это действительно шедевр. Действительно шикарные вещи. Не зря сравнивают с Beatles. Не зря. Потому, что это правда. Потому, что это музыка высочайшего уровня. По всем статьям. Абсолютно по всем статьям. Я в детстве все время думал, что highway – это главная американская дорога. Оказалось, не так. Highway – это то, что... Не особо главное. Это то, что выше грунтовки. Асфальтовая дорога, к которой примыкают грунтовки. А то, что крутая американская дорога – это теперь называется Freeway, где перекрестков нет. Ну, и вот одиннадцатый альбом. Тоже вот такой красивый. Тоже с беготней. Как ты видишь. Минус Чикаг. Тоже с беготней. Баксы летят. Баксы летят. Бандиты. Автоматы стреляют. Да. Томмиганами. А они тоже стреляют. Они отстреливаются. Ну, в Чикаге славные традиции, наверное. Пластинка невероятно энергичная. Она тоже песенная. Но она немножко посложнее, чем предыдущие песенные альбомы. Она удивительным образом спродюсирована. Очень прозрачное звучание. При этом она быстрая, роковая, громкая. Но совершенно прозрачная. Очень особенное звучание у нее. Она невероятно светлая. Очень много гитары, как и на предыдущих альбомах. Оно не хайвэй, а хайдэвэй. Хайдэвэй. Прятаться, да. Это я не услышал. Это я оговорился. Полисман. Прекрасная здесь песня. Ну, полный шик. Это Take Me Back to Chicago. Эту песню я знаю. Выбивается из общего. Слышал ее? Конечно. А где? Не помню. Где-то, да. Не помню, да. Она просто великолепная. Тоже она завершает первую сторону. Вот For Me. Рок такой на второй стороне. This time. И Little One в конце завершения альбома. Такой же открытый космический восторг, как и то, что я говорил о предыдущем альбоме. И это, к сожалению, последняя пластинка в настоящем составе Чикаго с Терри Кэтом. Потому, что Терри Кэт после записи этого альбома погиб. Трагическим образом. Он играл с пистолетом. Думал, что он не заряженный. И случайно выстрелил себе в голову. Не играйте с заряженным оружием. Это говорит о том, что... Оружие, оно вообще опасное. Как-то раз... Начальник сидел и чистил пистолет. И вдруг из кабинета выстрелил. Бак! Мы туда все толпой раз. Сидит начальник. Серега. Мы уж обрадовались. Ты застрелился. Оказывается, нет. Знающие люди, которые по 20 лет упражняются. А вот так. А задумался. И вот тебе пожалуйста. Хорошо ни в кого не попал. Знающие люди недаром говорят, что никогда не направляй на человека оружие. Любое. Это тебе кажется, что оно не заряжено. Никогда не направлять на человека оружие. Потому, что то, что оно не заряжено, совершенно справедливо может оказаться просто иллюзией. И вот Терри Кэт как раз стал жертвой такой иллюзии. Он играл или не играл, или чистил он оружие. Точно кто сейчас скажет, что он делал с пистолетом. Но то, что он не собирался кончать с собой, это совершенно точно. Совершенно случайно просто пальнул себе в голову. И это пластинка. И она... Ну, это все-таки мистика. Или... Не мистика. Или это... Или это жизнь определенной стороны, которую мы считаем мистикой. Хотя, на самом деле, это никакая не мистика. Это такая жизнь. Она так и идет. И все происходит справедливо. Так, как нужно. В том смысле, я говорю, что эта пластинка, она звучит как прощание с Терри Кэтом. В ней есть вот эта какая-то светлая печаль. Так, несмотря на то, что она мажорная, она прозрачная, звонкая, сияющая. Есть что-то такое, что вот что-то сейчас уйдет. Что-то сейчас уйдет, но то, что уходит, это очень хорошее. Это какая-то часть нашей жизни, которая была прекрасна. Вот в этом альбоме это и есть. Вот можно его послушать целиком. И ощущение именно такое складывается. Что какая-то светлая, сияющая, кайфовая часть жизни, она уходит. Но она нам дала очень много. И очень много хорошего от этого было. Очень жаль Терри Кэт. Это гениальный совершенно домузыкант. Без которого не было бы этой группы, этой музыки, конечно же. Ну, а потом пошла совершенно другая история. С совсем другими людьми. Нет. Основной костяк остался. Хотя на сегодняшний день там уже мало кто остался из первого состава. И пластинки... Последняя, наверное, для меня, опять-таки, личная. Для меня последняя пластинка, которая напоминает Чикаго как Чикаго, это Ход Стрейц. Это первая пластинка после гибели Терри Кэтта. Но здесь они уже играют такой американский радиостадионный рок. Ну, видимо, тоже про динги задумались. По-прежнему красиво, по-прежнему мощно, по-прежнему изысканно, по-прежнему мелодично. Чем дальше, тем громче. Гитара уже хард-рокова ревет, но ревет так же, как у всех в Америке в стадионных группах. То есть, качественно, вылезано, здорово. Ни одной лишней ноты, ни одного лишнего хрипа. Ничего. И все так... Все стерильно, весело по-американски. Вот с такой улыбкой белозубой. Но чем дальше, тем уже... Неинтересно. Тем уже туда же, как все. То есть, мы играем, как все, не хуже, а иногда даже лучше, чем все остальные. Но, в принципе, в том же направлении. Так что, на мой взгляд, на Hot Streets можно закончить историю группы Чикаго. Хотя... Все равно мы можем быть благодарны парням за то, что они насочиняли вот такое раньше. Но не то, что благодарны. Это гигантская часть вообще рок-музыки. Музыки двадцатого века. Просто музыки двадцатого века. Без приставки рок. Но, повторюсь, странно. Почему у нас это не популярно вообще никак? Очень странно. Да. Очень странно. Очень странно. Когда погружаешься... Если какой-нибудь Джимми Хендрикс выражает восторги и говорит, что он хотел бы так же... Джимми Хендрикса мы знаем, а мы это не знаем. Непонятно. Для меня загадка. Ну, можно, конечно, объяснить железный занавес и все такое, что мы там не слышали и не видели. Но зато теперь есть возможность послушать и посмотреть. Какой сложный пакетик. Не могу в него попасть. Не парься. Я эти пакетики, на самом деле, часто выбрасываю очень. Когда я устаю, запихивать пластинки я их выбрасываю. Потому, что я уже много раз говорил о том, что и сами пластинки виниловые, то, что они портятся с годами, это большая надежка. Неизбежность. А что касается конвертов тоже. Если их не рвать сознательно и не заливать кофе или чаем, то что с ними сделается? Ничего. Я так с книжками. Как ты помнишь, нас в советском детстве обучали глубочайшему уважению к книге. Правда, все время удивляло, что Владимир Ильич на полях что-то писал. Про Иосифа Виссарионовича до поры скрывали. Но тот тоже все время писал. А потом я подумал. Это же мои книжки. Что хочу, то с ними и делаю. Я принялся в них чирикать, писать. Это крайне способствует. Особенно, когда через много лет возвращаешься. Посмотрите, какой же ты был идиот. Какая чушь отмечена и написана. Полезно. Ой, спасибо, Алексей. Прямо это... Бальзам на душу. К разговору о джазе как таковом мы тоже придем когда-нибудь, я думаю. Пока для разминки. Пока для разминки джаз-рок. Послушать, да. Группа Чикаго. Что касается джаз-рока, опять-таки, я скажу, чтобы вы не тешили себя иллюзиями. Две группы джаз-роковых мы здесь принесли, показали. А их сотни. Групп, которые играют джаз-рок. И с тем или иным успехом. Поэтому... Да. Это чисто заинтересоваться. Можно нырнуть и поглубже. Спасибо, Алексей. Спасибо, Дима. Ждем. До новых встреч. Да. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова